Во втором тайме смелее стали появляться моменты. В первом тайме надо было выдержать, потому что знали, что очень дарлег команда, которая умеет обращаться с мячом, хорошо комбинирует, хорошая полузащитная линия, активно играют. Поэтому в какой-то степени при подготовке к матчу учитывали это, что прежде всего нужно сработать, не дать пространства много сопернику для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать эти сильные стороны соперника. Поэтому, исходя из этого замысла на предстоящий, на этот прошедший матч, мы, естественно, учитывали этот фактор. Ну и как итог, естественно, хорошо обороняясь, важно было контратакующую свою манеру тоже использовать для того, чтобы находить какие-то голевые ситуации. Поэтому скажу так, что на фоне довольно серьезного оппонента, соперника, команда которого отлично играет с мячом, вратарь мы видели, как активно играет, как полевой игрок в поле и отлично начинает атаки длинными передачами и взаимодействует с защитниками. В целом, считаю, что во втором тайме мы чуть смелее стали и стали появляться у нас моменты. Но игра тем и прекрасна, что надо реализовывать те моменты, которые были. Ну, главный итог – поражение, которое, возможно, оставляет нам теоретические шансы на проход в следующий раунд. Хотя понимаем, насколько в Бельгии будет непросто. Как вы сказали, было несколько хороших моментов у ребят во втором тайме, реализовать это неудобное, с чем это можно связаться с этим? Ну, исполнительское мастерство. Я не буду тут оригинален. Я уже, наверное, фраза «исполнительское мастерство» существительное и прилагательное в этом словосочетании, наверное, уже оскомину набило многим тренерам, когда речь идет о том, что создаются голевые ситуации, но не реализовываются. Ну, это исполнительское мастерство футболистов. Они обязаны относиться очень трепетно к таким эпизодам для того, чтобы забивать голы. Это их тоже вдохновение. Когда футболист забивает гол после того, как команда сработала для создания голевой ситуации, тогда, естественно, футболист придает импульс положительный как команде, так и у самого крылья вырастают. А когда в такой ситуации не забиваем, конечно, тогда и есть эмоциональная выхолощенность от того, что в таком голевом эпизоде мы все-таки не забили гол. Удивил ли чем-то сегодня соперник? Запомнился чем-то? Отличная команда, отлично с мячом обращается. Очень интересная манера игры. Ну, например, скажу, что то, как действовал вратарь, мы редко так встречаем. И в этом плане тоже нам было непросто, но в целом мы, считаю, справились, еще раз говорю. И соперник отличная команда, которая имеет традиции большие, да, и, естественно, что мы серьезно подготовились. И в целом, считаю, выглядели достойно сегодня за счет организации игры. Единственное, чего нам не хватило, вот, возможно, забей мы один гол из тех моментов, которые были, возможно, наш эмоциональный фон был бы намного выше. Немного по травмированной ситуации. Отсутствуют заявки Полисевича Педро. Насколько знаем, травмирован Калинин. Есть ли шанс кого-то из них увидеться в ответ на игре в Бельгии? Нет. Касаемо следующей игры, как вы сказали, в Бельгии будет очень непросто. Если какой-то, насколько оптимистичный выйдет? В любом случае надо готовиться, потому что, как бы, есть второй матч, и ситуации разные бывают, вот, поэтому в любом случае поражение 0-1, это оставляет нам определенные шансы, да, вот, и надо готовиться, надо восстановиться, вот, и подготовиться хорошо к ответному матчу. Хотя, еще раз говорю, что будет непросто, но в то же время надежда остается, мы будем готовиться и постараемся использовать тот шанс, который предоставится.